Ты не можешь повлиять на какие-то такие мировые процессы, но, во-первых, ты можешь это изучать, понять, как работает пропаганда, изменить картину мира человека, которая крайне устойчива. Пропаганда, к сожалению, она её создаёт. И, разумеется, прийти и сказать, что это всё неправда, что вы живёте в такой лжи, это пустые слова. Но если ты начнёшь пытаться говорить с этими людьми, что важно на их языке, тогда, возможно, ты можешь что-то изменить в этом мышлении. Станция «Вавилон», художники-политика, история и цензура, книги и достоинства, города и люди, пересечения границ, хроники времён вторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. Светлана Погодина, сотрудница Центра иудаики в Латвийском университете, филолог, исследовательница устных народных рассказов о Холокосте, автор и редактор нескольких сборников подобных рассказов, которые были собраны ею и коллегами на территориях бывшей черты оседлости, в частности в Латвии, Беларуси, Украине, Приднестровье, а также в Дагестане. Мы разговариваем после конференции под названием «Глобальные локальные процессы в славянских языках, литературах и культурах», где я услышала доклад Светланы под названием «Нарративы о Холокосте в русскоязычном фольклоре жителей Латгалии». Наш разговор об устойчивости стереотипов, об антисемитских мифах и объяснениях Холокоста в народном сознании, о пропаганде и необходимости гуманитарных исследований в эпохе войн и катастроф. Почему люди не могут забыть историческую трагедию? Почему вот такая огромная массовая трагедия, как война или Холокост, всегда остаётся в народной памяти, мифологизируется во многом, она превращается в легенды, во что-то, что люди пересказывают друг другу. Отчасти это страшилки, отчасти это мифы чудесного спасения, как в ваших книгах. Почему это эмоционально так задевает? Это, конечно, вопросы довольно сложные, и я сразу обозначу, с какой перспективой я буду об этом говорить. Так вот, я не историк, я занимаюсь фольклором, я занимаюсь этнографией, как раз вопросами о том, как какие-то определённые события сохраняются в памяти, в коллективной памяти. Действительно, а почему события той или иной войны или какой-то большой трагедии, как Холокост, они сохраняются? Если мы возьмём в качестве примера именно Холокост, массовое уничтожение конкретной группы людей. Здесь мы можем применить термин геноцид. Я бы даже сказала, на конкретной территории. То есть, соответственно, уничтожение конкретной этнической группы, конфессиональной группы. Для массового населения, то есть населения локального, которое это наблюдало, подобное событие, оно, в первую очередь, не очень понятно, как бы, а почему. Речь идёт о нееврейском населении. Да, нееврейское население. То есть вот мы видим, что наши соседи-евреи, о которых у нас масса стереотипов, и они идут из Средневековья ещё, с античности, то есть у нас есть этот образ еврея как чужого, как другого. И важно понимать, что этнический стереотип – это вещь супер очень устойчивая. То есть человек от неё отказаться, в принципе, самостоятельно не может. Мы не можем его разрушить. Довольно часто мы видим в наших интервью, наши информанты рассказывают, они постоянно подчёркивают, когда они говорят про своих соседей-евреев, то есть чью жизнь они наблюдали каждый день до войны или после Холокоста, то есть уже в советское время, они говорят, что вот евреи, конечно, все богатые. Но наши евреи, они как бы исключение, они бедные. И недаром информант делает такую ремарку. То есть стереотип – евреи все богатые, евреи как бы владеют миром. Но наш информант, его жизненный опыт говорит о другом. Вот его соседи евреи, с которыми он живёт всю советскую свою жизнь, явно не богатые, то есть у них ничего нет, они живут так же бедно, как и все остальные. Поэтому он делает ремарку, что наши евреи – это такое исключение. Но на самом-то деле евреи все богаты. Или там, ну, наши евреи хорошие, они христианских младенцев не похищали, но другие-то евреи вообще, конечно, да, их религия этого требует. Как бы мы не можем отказаться от этого стереотипа, к чему я веду. Даже если индивидуальный опыт как бы говорит об обратном, то мы просто делаем такое исключение. То есть стереотипы, конечно, очень устойчивые, представления о евреях, они бытовали и бытуют, к сожалению, до сих пор. Но вот случается эта трагедия. Евреев начинают уничтожать. Опять же, не очень понятно почему. Поэтому для массового сознания, для такого традиционного сознания, ему важно объяснить, почему это происходит. То, что непонятно, оно пугает. Традиционная культура, она про то, что мы должны любые события, любые вещи так или иначе интерпретировать. Неважно, каким образом. То есть мы можем использовать мифологический язык, и мы объясняем через мифологию, почему идёт дождь. Ну, потому что там, я не знаю, два божества между собой ведут битву какую-то. Да, или мы можем взять язык науки и объяснить, почему это происходит. В данном случае происходит то же самое. Евреев убивают, вопрос почему. И дальше возникают эти мифологизированные сюжеты такого объяснительного характера. Тут будет масса всевозможных вариантов и сюжетов, которые мы записываем, и в Латгале, которые мы записываем на территории, где, соответственно, происходили массовые убийства во время Второй мировой войны. Как правило, они далеки от какой-либо логики. Но это не важно. Но раз мы эту ситуацию объясняем, то мы, соответственно, сохраняем память об этом событии. Поэтому, когда мы смотрим на вот эти истории о Холокосте, то, опять же, мы их можем разделить, ну, сегодня, наверное, на два таких фольклорных жанра, как это запоминается. То есть, с одной стороны, это могут быть мемораты, то есть истории, которые рассказываются от первого лица. Да, я свидетель. А это люди, которые в детстве могли наблюдать. Да, то есть наши информанты, например, ну, вот те, кого лично, предположим, я записывала, то есть это люди, рождённые там в 20-е годы, они, соответственно, будучи ребёнком, будучи подростком, они это могли наблюдать, и они, естественно, нам пересказывают эти события. То есть он как бы свидетель этого. Разумеется, что люди этого поколения, но их уже не так много. Другой фольклорный жанр – это так называемые фабулаты. Человек пересказывает сюжет от третьего лица. То есть это сохраняется и передаётся уже вот на уровне такого, я не видел, но мне рассказывали. Людям, которым я доверяю. Ну, я доверяю, да. Ну, и плюс как бы я доверяю ещё потому, что раз об этом говорят, значит, это правда. Народное традиционное мышление, оно, по сути, лишено какой-то критического сознания. Я здесь не хочу никого обидеть. Это нормальная ситуация. То есть здесь ничего страшного в том, что человек как бы критически, он её, разумеется, не осмысляет. То есть наивный такой вопрос исследователя. Ну, а почему же евреев-то убивали? Что же такого-то они сделали? Нам могут сказать, например, ну, потому что у Гитлера мама была еврейка. И ты такой, как бы, а дальше как-то можно вот пояснить? Ну, и как бы человек такой, может быть, и теряется, потому что ему не приходило в голову задуматься. Мать Гитлера еврейка, почему тогда он убивает евреев? Там один информант нам ответил, что как бы, ну, это же Гитлер, что вы от него хотите? Ну, то есть Гитлер, как, естественно, такой образ мирового зла. Да, то есть, ну, что вы хотите? Конечно, как бы, вот у него нет никаких преград. Тут мы логику никакую не ищем, но для информанта важно найти какую-то интерпретацию. Ну, Гитлер – это одна из таких, может быть, таких наиболее ярких, может быть, примеров, да. Но там будет масса, да. То есть евреи, например, богатые, как я уже упоминала, соответственно, как бы вот их убивали за их богатство. Там евреи захватили мир, значит, соответственно, немцы решили поэтому от них избавиться, чтобы заполучить их господство. Ещё одна интерпретация, мы и в Латгале её записывали, информанта сказала нам, ну, у немцев же и евреев один язык. Вот это меня больше всего поразило в вашем докладе. Это вообще настолько неочевидная штука. Вот можно про это поподробнее? Она как бы неочевидная, может быть, со стороны. Ну, на самом деле, информант здесь в какой-то степени прав, потому что восточноевропейские евреи, ашкиназы, они, их родной язык – это идиш. Идиш действительно похож на немецкий. Это не диалект немецкого языка, нет, то есть это отдельный язык, но действительно, если ты знаешь немецкий язык, то идешь, ты понимаешь. Особенно, если ты знаешь ещё и русский язык, потому что выдешь и много слов славянского происхождения, то, в принципе, ты говорить не будешь, но понимать ты будешь этот язык. Соответственно, интерпретация там была такая, что так как евреи могли понимать язык немцев, немцы решили, что они должны уничтожить евреев, потому что иначе евреи могли бы рассказать местному населению про немецкие планы. Это как бы одна из таких теорий. Но тут можно как бы идти немножечко и дальше. Представление о том, что идиш, что евреи говорят на языке, который похож на немецкий, она относит нас к стереотипам более ранним, 19 века. Мы можем здесь взять, кстати, русскую классику, которая, ну, во многом, скажем, такая антисемитская, не будем скрывать. Возьмём того же раннего Тургенева, ну, не говоря уже про Достоевского или Чехова. Соответственно, представление о том, что еврей – это всегда ещё и такой скрытый шпион в пользу враждебного государства. Когда начинается Первая мировая война, на этой волне усиливаются, ну, уже и до этого довольно сильные волны антисемитских настроений, погромы. Не только потому, что там дело Бейлиса, ну, хотя и оно, конечно, тоже присутствует, но ещё и потому, что начинается война с Германией. Евреи говорят на языке, который подозрительно похож на немецкий. Значит, евреи что? Они могут шпионить в пользу Германии. Евреи у нас опять становятся таким страшным врагом, с которым нужно так или иначе бороться. Ещё одна причина – религиозные или квазорелигиозные, или псевдорелигиозные евреи нашего Христа распят. А, да, конечно. Да, стереотип о том, что евреи убили Христа, он, конечно, очень и очень старый, то есть это идёт ещё от Средневековья. По сути, вот тот же самый кровавый навет, который здесь у нас будет возникать так или иначе постоянно, он тоже коррелирует вот с этим представлением. Первый сюжет о кровавом навете, он зафиксирован в эпоху Высокого Средневековья на территории Англии. Так называемое дело Уильяма Норвичского или Уильяма из Норриджа. Это у нас, соответственно, конец XII века, когда убивают христианского ребёнка, мальчика, важно, что мальчика, и в этом обвиняют местного еврея. И дальше, соответственно, вот этот сюжет начинает развиваться, он перекидывается уже на континент, и в Германии, в Франции вспыхивают антиеврейские настроения, то есть, ну, как бы, понятно, дети в Средневековье гибнут, пропадают, в этом, как правило, обвиняют евреи, еврейские общины, так или иначе. То есть, как это объясняется, зачем евреи убивают христианского ребёнка, с какой, собственно, целью. Цель здесь ритуальная, ритуал, который требует крови. Это тоже вписывается вот в этот образ чужого, другого, другого, конфессионального, которому для каких-то манипуляций важна наша кровь. Взять кровь не чью-то, а именно вот нас, к ним не принадлежащих. Что делают вот по этой версии вот этого сюжета о крововом новителе? Евреи похищают христианского ребёнка. Почему ребёнка? Потому что ребёнок, он невинен. Взрослый – это уже человек, который так или иначе оброс какими-то грехами. А нам нужен невинный ребёнок. Мы убиваем этого ребёнка, что имитирует, понятно что. Убийство Христа. То есть евреи распяли Христа тогда, убили его, не признали его в святости. Ну и, соответственно, каждый год им нужно повторять вот этот мотив ритуального убийства. Они похищают этого младенца, этого мальчика несчастного. Опять же, там в фольклоре у нас будет много версий того, как они будут его убивать. С особым цинизмом и жестокостью. Конечно. Ну вот, например, можно посадить ребёнка несчастного в бочку с гвоздями и катать эту бочку. И, соответственно, гвозди будут колоть ребёнка. Чтобы кровушки побольше выявили. Конечно, потому что нам нужно её собрать. Я сразу отсылаю наших слушателей и читателей к работе Фрейда «Человек Моисея и монотеистической религии», где он подробнейшим образом рассматривает все эти, во-первых, истоки антисемитизма, и, во-вторых, всю эту мифологию вокруг убийства как такового. Это я с точки зрения культуры и психоанализа рассказываю идею. Но у антрополога и этнолога может быть другая версия. Нет, мы можем это как бы всё замечательно совместить. Вот это представление о том, что мы должны похитить, убить чужого ребёнка, использовать его кровь, казалось бы, это такой средневековый сюжет, мракобесный, скажем так. Ну, как ты можешь в это поверить? Но даже сегодня наша экспедиция это показывает совершенно недавно. То есть то, что мы записываем сейчас, а не 50 лет даже назад. Хотя, кстати, замечу опять же в скобках, что последние обвинения в кровавом муновете они случались и во второй половине XX века, когда случилась эта страшная трагедия в Кемерово, когда загорелся, там погибло много детей. Зимняя вишня. Это был март месяц. И сразу после трагедии, ну буквально через пару дней, в Ютубе появилась запись человека, она потом была сразу удалена, где он говорит, вы думаете, что это несчастный случай? Нет. Погибло много детей. И дальше он говорит, думаете, случайная дата? Нет, потому что эта дата, и действительно, эта трагедия совпала с праздником Пурим, еврейским праздником. Праздник такого веселья, когда евреи празднуют освобождение от злодейств Амана. И в народной традиции действительно существовало представление, что не только на Песах евреи могут похитить и убить ребёнка, но на Пурим это тоже может случиться. И вот он говорит, это всё не случайно, это происходит вот буквально сейчас. Да, и вот возвращаясь к тому, что как бы и сегодня в Латгалии мы тоже записываем вот эти истории о кровавом новете. Мне один информант, я помню, говорит, ну да, как бы у евреев есть такая, ну религия такое вот требует у них, как бы, ну у него нет никакого диссонанса. То есть, ну как бы окей, ну воруют евреи ребёнка, ну убивают, значит, добавляют кровь в мацу, ну и что? Ну и мы как-то спрашиваем его, потому что хочется, ну логику, может быть, там понять. У вас же дети тут не пропадали, не было же никаких сводок. А он такой говорит, ну там же не надо много детей, объясняет он нам. Там один ребёнок, и там по капельке, по капельке в мацу добавляют. То есть, ему как бы логическая такая выстраивается структура, и он не видит никакого противоречия в том, что ну такая у них религия, что она требует неких жертв. То есть, это немного отклоняется от темы того, что кровавый навет, который как бы имитирует убийство Христа. И вот это обвинение евреев в том, что они несут на себе, скажем, такое проклятие, что они Иисуса не признали, что они его распяли. Это на них лежит такое проклятие, которое приводит к тому, что они рассеяны по всему миру. Вот у них нет государства до того, как в 1948 году, не касаемся больной темы, государство было восстановлено, то есть они рассеяны по миру. И это одна из версий их наказания за убийство Христа. Это не только в устных текстах. Отражается это ещё и визуализируется. То есть если мы посмотрим на средневековые западноевропейские фрески, на библейские сюжеты, понятно, что каких-то персонажей мы там можем с вами сразу узнать, кто это – Богородица, Иисус Христос. Но довольно часто мы там сможем и узнать евреям, как средневековый живописец будет это показывать своему безграмотному зрителю. Еврей, как правило, изображается с очками на лице. Возникает вопрос, почему очки, что это значит? С одной стороны, очки – это такое новое изобретение, когда оно только появляется. То есть это что-то, что… А как любое новое изобретение, традиционная культура к этому относится довольно осторожно. Это что-то, может быть, от дьявола, это что-то не очень хорошее. То есть ты очками, соответственно, пытаешься как-то изменить свою природу. Это не совсем правильно. Ну как бы если ты плохо видишь, ну ты плохо видишь. Зачем тут что-то менять? С одной стороны. Но с другой стороны, здесь включается ещё определённая символика. То есть очки нам нужны для чего? Когда мы плохо видим, то есть нам нужно улучшить наше зрение, чтобы смочь что-то прочесть. Здесь логика обратная. То есть евреи, они изображаются как люди, которые видят плохо, но в символическом смысле. То есть они не смогли увидеть истинную природу Христа. Они ритуально в этом смысле слепы. И поэтому очки должны показать, что их плохое зрение, оно не физически плохое, а такое символическое. Поэтому, да, отношение с Христом у евреев, как мы видим в массовом сознании, оно действительно такое очень сложное. И евреи за это всё оказываются прокляты. Когда начинаются крестовые походы, они как раз усиливают вот эти антиеврейские, антисемитские, даже, я бы сказала, антииудейские настроения. Крестовые походы, они актуализируют вот эту библейскую историю. То есть до этого, как бы, евреи, понятное дело, живут среди нас, ну, не особо они нам приятны, но окей, мы с ними как-то коммуницируем. А тут мы вспоминаем, что, ога, это же те, которые Христа распяли, не признали, и поэтому мы сейчас тут, как бы, им по дороге до Иерусалима и этого храма Гроба Господня мы им тоже покажем, кто здесь самое главное и кто прав. Я тут напомню ещё одно фрейдовское замечание. Он говорит о том, что на примере еврея как раз видно вот это различие между чужим с большой буквы и другим с большой буквы. Синдроматика малых культурных различий, говорит Фрейд. Как ни удивительно, именно она порождает наибольшую враждебность. И от того, что евреи так похожи на европейцев, но в то же время немножечко другие. Не похожи, да. Вот это и вызывает наибольшую, может быть, отропе, отторжение и агрессивные реакции. То есть если говорить, если я правильно понимаю, что еврей продолжает оставаться настоящим чужим, но до Холокоста он другим с большой буквы для европейца не становится. То есть другим, как равноправным партнёром. И только пересмотр истории после Второй мировой войны заставляет, так сказать, уважать еврея, потому что один из мифов, о которых вы рассказываете, это то, что они как покорные жертвы. Да, идут на казнь, да. То есть как овечки, как говорят наши информанты, сравнивая евреев. Ну, овца, понятно, жертвенное животное. То есть здесь это сравнение не случайно появляется в этих устных нарративах. Это не совсем так. Тут важно обознать, что воспоминания людей... Я поэтому не использую термины «показания». То есть это всё то, что человек... Либо как он запомнил, либо как ему об этом рассказали. Естественно, что всё это укладывается в определённые такие традиционные схемы. Как ты можешь помнить о событиях, которые случились столько лет тому назад? Не знаю, мне кажется, человеческая память, она, конечно, в этом случае размывает вот эти какие-то границы. Когда человек пересказывает то, что с ним произошло, или то, что он помнит, он ведь тоже это в какой-то степени укладывает, скажем так, в определённые нарративные схемы. То, как об этом принято рассказывать. И иногда это можно даже вписать вот в такой формат волшебной сказки, предположим, где у нас есть злодеи, где у нас есть положительные персонажи, где у нас есть волшебные помощники и так далее. Так проще запомнить и так проще передать вот эту историю, которую передать словами довольно сложно. Да, ну извините, у вас там на глазах убивают людей. Детей, женщин, стариков не просто убивают. Жесточайшим образом. Жесточайшим образом, совершенно страшным образом. Да, и когда наши информанты, ну тоже такой расхожий мотив о том, что места казни, где, соответственно, людей расстреливали, засыпали ров землёй, что после этого земля там несколько дней ещё шевелилась, и там были слышны какие-то звуки. С одной стороны, это как бы такой фольклорный мотив, с другой стороны, понятно, что это частичные правды, да, потому что людей расстреливали, не всё умирали сразу, и под землёй были живые люди. Как бы такой фольклорный момент, он необходим человеку для того, чтобы как-то это рассказать, это запомнить, как-то это, ну опять же, сохранить дальше. Я бы даже сказала, пережить этот ужас. Совершенно верно, да, то есть, безусловно, что-то огромная травма, и эту травму нужно, опять же, как-то переосмыслить, ну вот хотя бы таким образом. Мы вернёмся после объявлений. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете первую программу «Радио Свобода». Говорит радио «Свобода». 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 Добрый день, говорит радио «Свобода». Радио «Свобода». Всегда вместе с вами. Устные народные истории Холокоста Историческая трагедия в народной памяти жителей стран бывшей черты оседлости Рассказ исследовательницы Светланы Погодиной Вы отмечаете, что не важна правдивость показаний этих людей Нам важно собрать эти повторяющиеся нарративы, чтобы увидеть, каковы они были Мы обсуждали сейчас то, что называется дурную мифологию, то есть критическую подношение к евреям Но есть же и мотив или модель описания, что вспоминается, это история о чудесном спасении евреев Или история о людях, которые их спасали Да, конечно, тоже присутствие, то есть не всё настолько мрачно и кошмарно, скажем так То есть места, где мы работаем и работали, и спрашивали о событиях Холокоста То, конечно, как правило, с этими рассказами об убийствах и так далее Есть и рассказы о том, как евреев пытались спасти, как их укрывали Ну вот мотив чудесного спасения, он, конечно, присутствует не так часто Но мотив чуда, он тоже здесь может проявляться, согласно, опять же, такой фольклорной традиции и жанру волшебной сказки Ну вот, в частности, не так давно мы работали в Екапилсе, где, конечно, до войны тоже была еврейская община И у меня получилось довольно интересное интервью с местной жительниц Ну, здесь важно то, что она послушница местного православного монастыря, поэтому её оптика – это оптика народного православия То есть она все вот эти события, связанные с Холокостом, объясняет через такую православную оптику Ну и, в частности, она передала нам такой сюжет Опять же, это фабулат, да, то есть она не свидетель этого события Но вот ей рассказывала её подруга, что её мама Они шли в концлагерь, вот эта мама, которая там шла, она православная, да, то есть она не еврейка Но вместе с ней шли еврейские девочки, дети, как бы невинные, которых ведут на смерть И вот этой православной женщине является некий божественный голос, который ей говорит Не идите дальше, прыгайте в яму, как бы прячьтесь И они прячутся, и в этот момент прилетают самолёты, которые начинают бомбить всех Но вот эти девочки спасаются, и женщина тоже спасается То есть такой мотив вот божественного глаза, голоса, который уберегает детей Но тут важно, что это мотив такого христианского, конечно, спасения, который спасает не только христиан, но и евреев Пускай они и не признали Христа, но мы спасаем всех Понятно, что это абсолютно фольклорный сюжет Есть и истории, которые вполне себе реальны, да, и память о них сохраняется Собственно, как бы люди, которые в этом участвовали, они либо живы, либо живы их родственники История о том, как действительно евреев пытались укрывать Мы записывали много где, не только на территории Латвии, но и на других областях Хотя бывали места, где совсем всё было плохо То есть там не упоминалась даже ни одна история спасения Вот там работать совсем тяжело, скажу я вам То есть где только расстрелы, только какие-то страшные-страшные вещи Но у нас есть истории о так называемых праведниках народов мира То есть те, кто жертвуя собой, спасали, укрывали евреев Опять же, как это могло происходить Но зачастую делали просто такие тайные комнаты Если мы помним историю Анны Франк Вот её семью также укрывали вот в этой тайной комнате Но, к сожалению, их всё-таки сдали, они погибли, кроме отца Но у нас есть истории с более счастливым концом В Латвии же есть история Жанни Слипке Это потрясающая на самом деле история Потому что Жанни Слипке, он спас более 50 человек И здесь важно тоже отметить, что человек, он не просто спасает евреев Причём как бы людей, зачастую ему незнакомых То есть одно дело, когда ты спасаешь неумолянящих достоинств Когда ты укрываешь свою жену, еврейку Ну тут как бы понятно, да, муж спасает жену Но когда ты спасаешь незнакомых людей При этом ты рискуешь собой жизнью своей семьи Это прям сложно себе представить в этой ситуации Ну вот я просто себя иногда ставлю на это место Думаю, я бы так смогла, честно, нет, наверное, нет Мы знаем правильный ответ, что да Но честный ответ, наверное, будет вряд ли бы Хватило сил на это Да, Жанни Слипке это как бы такая совершенно удивительная И замечательная история в Латвии Но помимо него существует ещё большой список этих имён Он, кстати, пополняется постоянно Основатель музея евреев в Латвии Профессор Маргер Вестерман Он пережил Холокост Вся его семья погибла в Румболе Ему удалось чудесным, действительно чудесным образом сбежать Спрятался в лесу Попал к партизанам Выжил Вернулся в Ригу Но вся семья его осталась в Румболе Где осталось большинство латвийских евреев И не только латвийских Так он, основатель нашего музея евреев в Латвии Он пишет уже давно книгу, посвящённую спасителям евреев И эти истории, они постоянно раскрываются Насколько для современных людей важны эти истории праведников мира Я вспомнила тут и Марию Скопцеву И огромный интерес польской культуры последнего 20-летия к своим праведникам Видимо, сознательная часть коллективной психики Хочет объяснить самой себе, что люди не такие плохие Да, и это абсолютно очевидная потребность Когда ты сталкиваешься с этим кромешным адом Ты читаешь там, я не знаю, чёрную книгу Эренбурга Я, кстати, не смогла её прочитать, честно вам скажу Вроде ты про холокост слушаешь, записываешь Но это трогает, конечно, очень сильно Разумеется, что история спасения — это такая некоторая надежда Что всё не настолько кошмарно И что у нас всё-таки есть какая-то надежда на спасение Это, разумеется, очень вдохновляет Ну, довольно сложно, опять же, переживать эту совершенно кошмарную травму Тут важно, что… Вот мы говорим про холокост, мы помним эти истории, мы записываем эти истории Но, как говорил один еврейский историк, который тоже погиб в Румбуле Известный историк Шимон Дубнов говорил тем, кто его окружал, евреем Он говорил то, что нам на первый взгляд может показаться странным Он говорил, евреи записывайте, евреи записывайте Евреи записывайте Что значит? Записывайте свидетельства того, что происходит Потому что нам с вами сейчас кажется, что мы никогда не забудем холокост И вот эта сейчас фраза, которая везде звучит Never again, никогда опять Нам кажется, что это очевидно Это не очевидно Потому что забывается всё Если мы не будем об этом говорить, если мы не будем об этом, да, напоминать Если мы не будем это исследовать Даже такая трагедия, как холокост, она забудется Да, и забудутся эти имена Мы знаем имя Анны Франка, мы знаем её дневник И мы можем его прочесть Но почему мы можем его прочесть? Анна Франк одна из многих девочек, которые вели эти дневники И в Латвии у нас тоже сохранились дневники еврейских девочек Они вели их и на латышском, и на немецком, и на русском языках Девочки, которые исчезли В Гетто, в Румболе и в Бикернеке Но их свидетельства сохранились И это бесконечно важно Потому что теряется всё Человеческая память, она недостоверна, как мы понимаем Но и вот эти фольклорные сюжеты Они тоже важны, потому что они дополняют Вот эту документальную картину Которую восстанавливают историки, юристы В рамках Holocaust Studies То есть здесь важны разные оптики зрения И истории спасения, конечно, это включается Вот в эту общую такую страшную картину Но как некий такой светлый момент Ну иначе действительно Зачем вообще всё? И как дальше жить тогда? Да, и очень много вопросов к Богу Ну если он есть Не хочется никого опять же обидеть Но разумеется, да Что вопросы к человечеству Они очень, ну, наверное, в какой-то степени Риторические, да Как это известный вопрос Возможно ли поэзия после Холокоста? А я вспоминаю после 24 февраля 1922 года Переписку Эйнштейна и Фрейда Она так и называется Почему война? На этот вопрос ответить, к сожалению Ну, вряд ли мы можем Значит, давайте отчертим Вот эту линию ваших исследований Это Латгалия, которая входила в... В Витебскую губернию, да Ну, не только Латгалия, на самом деле То есть мы с коллегами до пандемии До событий 1922 года Наша территория исследований была более широкой То есть в целом мы исследуем Территорию бывшей черты оседлости Территория, которая входила в Российскую империю Где были еврейские поселения Так как мы знаем, что евреям запрещалось Жить за пределы черты оседлости Согласно российскому законодательству Российской империи Ну, за редким исключением То есть там купцы, по-моему, второй гильдии Могли жить в столице, в больших городах Тоже такой факт, который все любят приводить Что еврейская женщина могла выйти За пределы черты оседлости И поселиться где-нибудь в столице Если она регистрировалась официально Как проститутка Потребность к проституции Была важна в больших городах Не в деревне И это тоже такой антисемитский образ Еврейка как проститутка Да, это территория, на которой мы работаем Ну, я в основном фокусируюсь на Латгалии Потому что здесь были большие еврейские поселения До Второй мировой войны Но и, кстати, после То есть после Холокоста Штеттл как феномен Как культурный феномен Да, вот этот еврейский городок Он, конечно, погиб Его Холокост уничтожил окончательно и сразу И советское еврейство Это тоже крайне интересно И крайне важно Как еврейская жизнь восстанавливается после этих событий Восстанавливается ли она вообще Насколько еврейская традиция будет важна Для тех, кто пережил Холокост Кто вернулся и обнаружил, что все его близкие погибли Те, кто родились после этих событий Насколько для них еврейская традиция будет важна Это все очень такие важные и сложные вопросы С которыми мы тоже работаем Помню, мы записали замечательный рассказ Это был город Унеча Соответственно, территория Российской Федерации И мы говорили с председателем местной еврейской общины Ну, то есть мужчина, который родился По-моему, конец 40-х годов То есть сразу после войны Еврей, но абсолютно советский Советский инженер То есть он всю жизнь проработал на заводе Ничего еврейского, по сути, как бы у него в жизни не было Все это было уничтожено Но в 90-е годы распад Советского Союза На территории бывшей черты оседлости Приезжают религиозные деятели Для того, чтобы восстановить еврейскую жизнь Ну, такую религиозную Значит, его назначают членом общины Ему начинают рассказывать про еврейские праздники Про которые он никогда ничего не знал И для него это все кажется какой-то дичью Но главной дичью для него становится праздник Песох Накануне праздника Песоха Согласно иудейской традиции Нужно избавиться от хамца То есть от всего квасного Хлеб, макароны Такие изделия нужно из дома убрать, вычистить Соответственно, в течение 8 дней мы едим только мацу Для него, для советского человека это странно Но самым странным и страшным для него становится Что вот эти приезжие евреи, как он говорит, сумасшедшие Они тащат его на главную площадь этого несчастного города Унеча И заставляют прилюдно сжигать хлеб Этого требует ритуал И он говорит, вот я стою там посреди этой площади На меня смотрят, значит, мои сограждане И я жгу этот хлеб Я человек, который родился после войны Для меня сжечь хлеб это святотатство Какая еврейская традиция, что за безумие Вообще я к этому не имею никакого отношения То есть мы понимаем, что здесь как бы это вообще работать не будет То есть у него нет этого Все эти связи, они уже давным-давно нарушены И это очень показательно Советский еврей, для него эти традиции Они кажутся совершенно дикими Тем не менее, вы говорите о том, что несмотря на то, что в Советском Союзе вообще зона умолчания была Холокост То есть если памятники ставили, то жертвам фашизма Советским гражданам Советским гражданам Тем не менее, эта память трансформировалась в эти фольклорные воспоминания Да, в том-то и дело, то есть здесь официальная риторика, да, она как бы табуировала Холокост То есть он как бы был, но его как бы и не было, да, мы об этом в учебниках советских не пишем О том, что был геноцид, то есть намеренное убийство евреев, цыган и так далее Да, то есть просто советских граждан И поэтому этот идеологический официальный нарратив, он никак не влиял на воспоминания Он слабо влиял на воспоминания коллективных людей, которые это все наблюдали То есть окей, нам как бы власть об этом не говорит, но мы-то это видели, да И мы должны поэтому найти какое-то объяснение Если в учебниках об этом не пишут, почему евреев убивали, да То, соответственно, мы ищем какие-то другие интерпретации То есть понятно, что сегодня там тоже будет много средств массовой информации Которые будут влиять на эти воспоминания, где там тоже будут возникать какие-то новые версии Почему, значит, Гитлер убивал евреев Там какие-то конспирологические всякие истории будут возникать Да, то есть разумеется, что массовый вот этот текст, он на это влияет Но для информантов, если мы опрашиваем тех, кто родился в 20-е годы Да, для них как бы основной источник вот этого объяснения Это будут именно какие-то фольклорные такие мотивы То есть то, что он как бы сам будет народ искать для объяснения этого всего ужаса Повторяющийся мотив в переговорах моих с моими друзьями-гуманитариями Что после российского вторжения в Украину их работа обесценилась Люди чувствуют разочарование, усталость Что вы можете сказать в этом смысле о себе И релевантны ли ваши научные занятия современной политической истории? Вопрос действительно очень-очень в тему Потому что в какой-то момент, да, ты начинаешь сомневаться Зачем ты всё это делаешь? А кому всё это надо? Ну вот да, мы говорим-говорим, а потом война опять случается И ты оказываешься совершенно бесполезным со всеми своими исследованиями Ну история никому ничему не учит, это понятное дело На публикации 30-х годов, ну периодику газеты Там везде пестрили заголовки, что войны, конечно, не будет Мы помним опыт Первой мировой войны, которая перекроила Европу Которая была самой страшной войной Ну нет, конечно, конечно нет Ну дальше понятно, что случилось Да, ты не можешь повлиять на какие-то такие мировые процессы С одной стороны Но, во-первых, ты можешь это изучать И стараться понять, как работает пропаганда в том числе Что, мне кажется, крайне важно сегодня Если ты спокойно объясняешь людям Что вот, ну как бы смотрите Это текст пропаганды Почему это текст пропаганды? Ну не потому что я так сказала А мы сейчас это разберём на определённые части И тогда вот этими маленькими шажочками Ты можешь изменить картину мира человека Которая крайне устойчива Да, пропаганда, к сожалению, она её создаёт Да, если мы сейчас говорим про современное российское общество Которое, ну как бы, этой пропагандой питалось на протяжении десятилетий И, разумеется, прийти и сказать, что это всё неправда Что вот, как бы, вы живёте в такой лжи Это пустые слова, они никогда ни на что не повлияют Но если ты начнёшь пытаться говорить с этими людьми Что важно на их языке А не на своём языке, там, не на своём языке науки Ты пытаешься понять то, как они мыслят Тогда, возможно, ты можешь что-то изменить в этом мышлении По кирпичику, по кусочку, не всё сразу Но это очень сложная работа Это очень длительная работа Говорить, что мы в этом смысле не нужны Ну, мне кажется, как раз мы очень нужны И как раз, если бы мы занимались, больше внимания уделяли тому, что мы читаем и как мы читаем Если бы мы обращали внимание на развитие критического мышления Что мы поглощаем информацию не просто потому, что мы открыли сайт какой-то Там ли включили телевизор, нам сказали новости Мы такие, да, всё правда А если мы в состоянии соотнести это с другими текстами Критически к этому подойти То, может быть, пропаганда бы так и не работала Но, опять же, для этого нужно учить и школьников, и студентов Ну, и вообще такому критическому мышлению И филология, она, собственно, про это То есть мы должны читать книжки Ну, не только для того, чтобы знать, чем там это всё заканчивается Ну, я бы сказала, что memory studies, которым вы занимаетесь Абсолютно из того же поля критический инструмент Да, то есть как она работает, как работает историческая память То есть то, как мы пересказываем, запоминаем какие-то события Как мы их интерпретируем в гуманитарные исследования, скажем так На мой взгляд, это крайне важно И когда случаются подобные катастрофические события, как война или геноцид Это как раз, мне кажется, результат того, что мы не так читаем Не то читаем, мало читаем Устные народные истории Холокоста Историческая трагедия в народной памяти жителей стран Бывшие черты оседлости Рассказ исследовательницы Светланы Погодиной С вами была Елена Фанайлова Станция Вавилон Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify На сайте Радио Свобода в разделе подкасты А также в нашем YouTube ставьте лайки Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok